Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель Отче наш Николай, моли Бога у нас! Светитель Отче наш Николай, моли Бога у нас! Светитель Отче наш Николай, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Никодим, епископ Белгородский. Отделение церкви от государства, своеобразно трактуемое большевиками, сделалось предлогом для запрещения проповеди гонимой религии. И мученическая смерть епископа Никодима Белгородского представляет яркое тому доказательство. Епископ не вмешивался в политическую жизнь, но в своих проповедях броня, насилия, грабежи и убийства призывал свою пасту к учению Христа, утверждая, что законы Божии выше законов человеческих. Такие проповеди возбудили злобу против епископа в местном коммунистическом управлении. В первые дни Рождества 1918 года, известный своей жестокостью комендант Саенко, собственноручно убивший тысячи людей, арестовал епископа и увез в чрезвычайку. Но возникшие среди народа волнения по поводу ареста любимого пастыря заставили Саенко отпустить епископа обратно в монастырь. Однако в тот же день епископ Никодим вновь произнес проповедь, осуждавшую насилие, после чего он был вновь арестован тем же Саенко, который говорил при этом, что через попова монахов вся революция пропала. Обратившийся к Саенко с просьбой об освобождении жена священника Каенской была арестована Саенко, который в тот же вечер собственноручно ее расстрелял, а епископа приказал отвезти в тюрьму, где ночью в углу тюремного двора он и был казнен. Желая скрыть от народа эту казнь и боясь отказа красноармейцев казнить уважаемого пастыря, его повели на казнь в военной шинели. Труп его был отвезен за город и брошен в общую могилу. Но слух об его казни все же дошел до народа, и ежедневно у братской могилы служили панихиды по христианскому мученики. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok